Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Сколько цветов и деревьев посадят в Самаре весной 2022 года? Какие новые элементы озеленения планируется создать в скверах и парках? Как уберечь растения от краж и вандализма? В нашей студии Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары. Леонид Вячеславович, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Итак, весна вступила в свои права. Тепло, красиво. Мы понимаем, что впереди лето. И давайте поговорим о очень приятном и очень важном, на мой взгляд, элементе города – это озеленение. Какие работы в этом году будут проводиться и уже проводятся? Действительно, наступили уже весенние дни и уже начинаются первые работы по посадке цветов на городских объектах, но эти работы были начаты еще зимой, когда в теплицах зеленхоза выращивалась рассада. Эта рассада пикировалась, какая-то из семян выращивалась до того состояния, чтобы их, может быть, потом уже высаживать. Посадочный материал у нас двух видов. То есть это рассадный – это как бы небольшие растения, которые на перспективу высаживаются. И горшечные, уже имеющие цветоносы. То есть высаживаются эти растения уже в стадии цветения. И тем самым клумбы и объекты, на которых они высаживаются, уже сразу приобретают декоративно-эстетический вид. И именно сейчас, вот в преддверии майских праздников, Дня Победы, уже именно сделан главный уклон вот на эти виды растения, то есть чтобы сразу создать праздничное строение в городе. – Ну, то есть, по сути дела, это уже готовые растения, готовые цветы, которые вот в горшках пересаживают, сажают. – Да, совершенно верно, да. – И они дают возможность. – Вот, а впоследствии уже ближе к лету, то есть уже будут высаживаться то, что у нас называется рассадным материалом, то есть небольшие растения, но уже, которые будут цвести уже ближе к середине лета. – Я знаете, что предлагаю сейчас сделать? Давайте сейчас сделаем маленькую паузу, посмотрим сюжет. – Вот он как раз касается вот того, как готовилась рассада. – Да, давайте. – Затем продолжим нашу беседу, очень интересный материал. Выращивать такое количество цветов – долгий и кропотливый процесс, рассказывает агроном Ирина Филимонова. Для нее это не просто растения, женщина ласково называет их своими детьми. Все начинается с посадки семечка еще в декабре. После всхода за каждым растением ухаживают, обязательно делают пикировку, подкармливают и поливают. Вся эта масштабная работа для того, чтобы город по-настоящему расцвел и заиграл новыми яркими после зимы красками. – У нас растут пеларгонии, геронизональные, бегонии. В этом году бегонии будет где-то около 42 тысяч посажено в городе. Она хорошо держит фигуру, когда делают клумбы. Красная, белая, розовая и темнолистная. Но она выносит городские условия, поэтому ее решили больше сажать. Миллионы не только алых роз, но и петуний. Уже к концу апреля эти красавицы украсят парки и скверы Самары. А к 15 мая город полностью превратится в цветущий сад. Счет действительно идет на миллионы. В рамках муниципальной программы «Цветущий город» высадят миллион 400 тысяч цветов разных видов и сортов. И это только однолетники. К ним добавят 20 тысяч многолетних растений. Совсем скоро первыми на площади свыше 2000 квадратных метров должны зацвести тюльпаны, которые высаживали в Самаре в прошлом году. А осенью этого вдобавок планируют высадить 120 тысяч новых луковиц. Леонид Вячеславович, так вот мы услышали, во-первых, масштабные, конечно, работы проводятся зимой. Действительно, то есть я понимаю, что это работа круглогодичная, на самом деле. Для того, чтобы вот весну, лето и осень мы радовались, нужно работать постоянно. То есть зимой работа идет. Если я правильно понял, более полутора миллионов цветов в общей сложности будет рассуждена. С учетом многолетников, тюльпанов, то где-то так. Общая площадь посадки где-то составит почти 47 тысяч метров квадратных. Это с учетом и набережной, и парков, и всех городских скверов. Только вдоль уличной дорожной сети практически 14,5 тысяч метров будет высажено. Причем вдоль уличной дорожной сети это туристические маршруты, магистрали основные, городские. Там не везде можно сделать именно клумбы непосредственно на земле, так называемые плоскостные. Там используются элементы вертикального озеленения. То есть уже жители нашего города известны вот эти подвесные кашпо с петуниями из различных напильными растениями. Там, кстати, применяется не только петуния, там есть и другие виды растений, там и помеи, например. Она хотя бы не цветет, она хоть и не цветет, но имеет декоративные листья. То есть различные пестрые такие, и в сочетании с цветами петуния создается такое красивое яркое пятно. Кроме того, не секрет, что, например, в исторической части города дефицит открытых пространств, то есть именно где можно сделать клумбу. Там немножко другой подход. Вот там используется, например, мобильное озеленение. То есть это такие вертикальные конструкции специальные, куда насыпается земля, и в них уже высаживаются те же ампельные растения, либо какие-то другие. То есть их можно переставлять, то есть устанавливать в тех же скверах и на объектах, где, скажем, очень большое количество асфальтового покрытия, либо плиточного. Но при этом данный объект становится тоже озелененным и радует жителей города красивыми цветами. Так же поступается, например, с местами, где невозможно высадить деревья. Например, сейчас у нас только в этом году закуплено 100 новых контейнеров с туями крупномерными, которые будут установлены на улице Молодогвардейской и на других объектах, где, допустим, будет у нас в этом году проходить Всероссийская студенческая весна. Сейчас подготовка к этому мероприятию идет полным ходом. Уже со вчерашнего дня началась высадка однолетних растений на тех площадках, где будут проводиться мероприятия данного фестиваля. И там же будут устанавливаться в том числе и элементы мобильного озеленения, и вертикального озеленения для создания праздничной атмосферы. Леонид Вячеславович, вот работа масштабная, знаете, о чем подумал? А сколько человек вот в этом участвует? Потому что полтора миллиона цветов, ну, цифру вообще подавляет. То есть это же надо, извините, все вот просто взять руками для начала, из одного места вытащить, погрузить, аккуратно куда-то привезти, и там грамотно, правильно посадить так, чтобы это потом все росло. Разумеется, еще и рисунок надо создать определенный. Да, еще же это не просто так, надо создать рисунок. То есть масштаб-то вообще гигантский. Ну, где-то порядка 200 человек задействовано на... Это и включая и цветоводов, которые работают в оранжерее, непосредственно выращивают рассаду, и работники, которые уже делают сами клумбы. То есть это порядка 200 человек, как минимум. Но вообще, на самом деле, я, честно сказать, даже удивлен, 200 человек – это не так много. То есть у вас какие-то есть средства технического, скажем так, технической помощи, потому что полтора миллиона и 200 человек, ну... Нет, к сожалению, работа вся проводится практически вручную. То есть если вот вы видели, как мы смотрели в сюжете, то есть это вот цветовод, он каждый выращенную рассаду сначала пикирует, то есть их нужно рассадить, и это все делается вручную в ящиках. То есть, соответственно, каждый цветочек, он хранит тепло человеческих рук, как говорится. Потому что цветоводы, которые выращивают их, они действительно относятся к ним, как к детям. То есть выращивают, и дальше уже другие люди выращивают, высаживают непосредственно на кумбе. И потом становится очень обидно, когда, допустим, проходят такие факты, что кто-то выкапывает эти цветы. То есть... А это... Данные факты случаются ежегодно. То есть не успеваем высадить кумбу, особенно почему-то популярно герань. Вот, наверное, потому что ее используют для комнатного озеленения, и считают, что проще вот выкопать на кумбе, чем купить, или бы там у соседки спросить отросток и также вырастить ее. Причем хотелось бы отметить, что не все растения, которые высаживаются на кумбах, пригодны для комнатного озеленения. Многие из них не могут расти в домашних условиях, используя как комнатные растения. Поэтому убедитесь на просьбу все-таки, если вы хотите там высадить у своего дома цветы, или у себя в квартире, то лучше купите рассаду. А можно купить у вас? Да, конечно. В муниципальном предприятии специальным строительным зеленхозом имеется ранжерея, где можно купить не только рассаду цветов, но и посадочный материал кустарников, и деревьев. То есть, пожалуйста, это все доступно. То есть любой желающий может подъехать и купить. Но опять же, это, ну скажем так, это честнее? Конечно. Вот, ну уж скатываться до мелкого воровства. Я даже не говорю о том, что за это предусмотрена ответственность, и не только административная, но и уголовная. То есть, поэтому это чревато. Это чревато, я согласен. Ну, кстати, вот об этом еще чуть попозже поговорим. А вот, знаете, такой момент. Вот в этом году чем отличается вот озеленение Самары от, ну, тех вариантов, которые были в прошлом году, в позапрошлом? Потому что я, например, очень хорошо помню, вот совершенно замечательно был город украшен именно растениями к чемпионату мира по футболу. То есть я помню вот эти футбольные мячи из цветов и так далее. Ландшафтные скульптуры, так называемые. Да, 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 ландшафтные скульптуры. Замечательно было все сделано, на самом деле. У нас практика установки ландшафтных скульптур, она продолжается. То есть сейчас в городе порядка 85 таких элементов декора. Причем сейчас, если раньше у нас была технология создания именно вот скульптуры из живых растений, и, может быть, кто-то житель города помнит, как в Струховском саду в первые фестивали цветов делались такие насыпные скульптуры. Там были бегемоты, шахматы, и на почте Куйбышева стоял Дон Кихот. Делался специальный каркас, он заполнялся специальной землей. И дальше кропотливо высаживались почвопокровные растения в них. Но данный метод, скажем так, очень трудоемок. И такую скульптуру невозможно переставить потом куда-то в другое место. Она просто рассыпется элементарно и затратна. Поэтому сейчас во многих крупных мегаполисах, и в том числе в нашем городе, используются так называемые топиарные скульптуры. То есть они сделаны из стеклопластика с имитацией искусственной травы. Она может иметь различную расцветку, не только зеленую, либо приближенную к естественным. То есть это может быть любой тематикой. Правильно вы говорили, на чемпионату мира по футболу были сделаны такие инсталляции под тематику данного мероприятия. Вот сейчас у нас, как я уже сказал, будет студенческая весна. Тоже будут изготовлены скульптуры, приуроченные к этому мероприятию, с эмблемой этого мероприятия. И также установлены на городских объектах. Вот если по районам взять, в каких районах какие цветники будут установлены, что будет украшаться? Потому что мы все знаем там парки традиционные. Но вот давайте перечислим, что их забудет. Ну, озеленение проходит во всех районах города. То есть там везде, где есть скверы, либо какие-то центральные, и не только центральные магистрали, где есть парки, везде будут элементы озеленения. Ну, если мы берем центральную часть города, то это, конечно, все наши туристические маршруты. Это, конечно же, набережная. Только на набережной будет порядка 4000 метров цветников высажено. Это и Струковский сад, то есть и центральные наши улицы города, и Молодогвардейская, и Полевая, и Красноармейская. Везде будут цветники. В Кировском районе тоже есть аллеи трудовой славы. Там, кстати, очень интересные тюльпаны высаживаются. То есть такие вот махровые, напоминающие пионы даже чем-то. Кстати, если говорить о тюльпанах, то, например, осенью этого года запланирована посадка новых таких сортов. Один из которых, например, будет иметь черный цвет. То есть у нас будут знаменитые черные тюльпаны, которые, я помню, еще, так сказать, по детским книжкам, черные тюльпаны и так далее. То есть все это можно видеть. Да, да, да. Вот в этом году, но, к сожалению, увидеть их, может быть, только весной следующего года, поскольку их высадят только осенью. В прошлом году мы пока не практиковали. А вот в этом году осенью попробуем высадить именно черные тюльпаны такого сорта. Если говорить о цветковых растениях, то, ну, не только о лукочных, но и о цветковых, то там тоже ежегодно какие-то новинки мы применяем в озеленении. Вообще, если брать ассортимент, то он в своей основной массе, уже устоявшийся годами, это адаптированные городской среде цветы, которые прекрасно себя чувствуют вдоль уличной дорожной сети. Ну, да, где на самом деле ситуация такая непростая, да. Вообще в городе ситуация непростая для растений, потому что асфальт, есть свой микроклимат, если жарко и лето, то, соответственно... Очень жарко. Да, очень жарко, если дожди, то плюс остатки, ну, то, что с дорог, все это попадает в землю, угнетает несколько растений. Конечно, конечно. То есть, соответственно, нужны устойчивые виды, сорта растений. Поэтому, допустим, он тоже... Махлопные газы, я подумал, естественно. Тот же вот тагетис, он применяется при озеленении, он очень устойчив. Петуния хорошо себя чувствует, сальвия. Вот эти сорта, эти растения, вернее, виды, они устойчивы и на городской среде. Но при этом все равно хочется что-то каждый год новое добавлять. Вот у нас, помимо однолетних цветов, в практику введена посадка многолетников. То есть, это растения, их будет в этом году высажено порядка двух тысяч метров квадратных. И здесь вот, например, уже не первый год мы практикуем новые сорта вербейника, например. Вереска. То есть, в этом году бадан будет высажен. То есть, где-то... Бадан – это что такое? Ну, это такое многолетнее растение с большими такими крупными листьями. То есть, сердцевидный, он очень декоративный. Он весной цветет, потом остаются еще листья декоративного такого вида. Крупные достаточно, почти как капустные листья такие. Кстати, декоративная капуста тоже используется у нас на некоторых клумбах. Поэтому ассортимент цветов достаточно широкий. Вот знаете, о чем подумал, кстати? Вот люди, которые работают у вас, вы вот сейчас рассказываете с большой любовью. То есть, чувствуется, что вы очень любите это дело. На самом деле, замечательно. Вот где вы специалистов набираете? Потому что этим нельзя заниматься только за деньги. Это надо очень любить. Ну, есть вузы, которые готовят таких специалистов. Сам я закончил Самарский государственный университет по факультету биологии. То есть, я дипломерный биолог. Да, я биолог. Есть у нас и сельхозакадемия, которая готовит агрономов. Есть и, скажем так, учебное заведение, которое готовит цветоводов, агрономов. То есть, соответственно, есть учебное учреждение, которое готовит подобных специалистов. Но, к сожалению, дефицит кадров все равно наблюдается. А вот рядовые люди, потому что тоже надо, скажем так, к этому относиться. Вот когда вы говорили, что каждое растение – это руки. Обязательно. Здесь невозможно поставить автомат. К счастью или, к сожалению, во всяком случае, в ближайшие – это, к моему, десятилетия. Обозримом будущем. Обозримом будущем точно. Вот откуда эта любовь к цветам? У нас, я вот так смотрю, просто даже интересно. Ну, я не знаю, либо, может быть, как-то какие-то семейные, скажем так, традиции. Либо человек имеет просто любовь к природе, ко всему живому. То есть, либо он это впитал от своих родителей, либо он уже, как бы, имеет к этому склонности. Потом ведь те, кто занимается цветами на работе, у них наверняка есть и свои дачи какие-то. И там они тоже, скажем так, применяют свои навыки. Ну, и не секрет, очень много жителей проводят свое лето у себя на дачных участках, где-то за городом. И тоже, кстати, в последнее время очень много горожан, кто интересуется цветами. И пускай даже выращивая себя где-то во дворе или у себя на даче, но тем не менее, как бы, приобщается к этому. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим еще один сюжет, затем нашу беседу продолжим. Десятки оттенков зеленого, деревья и кустарники. 190 тысяч растений круглый год выращивают на территории питомника муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Около 40 видов лиственных и хвойных деревьев и еще столько же кустарников. В этом году в рамках «Месячника по благоустройству» новые зеленые насаждения появятся почти по всей территории города. Чтобы растений хватило на всю Самару, мало бросить в землю семечко, рассказывает Петр Тимофеев, агроном с 36-летним стажем. Саженцы требуют ухода круглый год – от полива и прополки до формирования кроны секатором. Есть такая поговорка некоторая, а что у вас тут не работает? Бросил семечко – и вырастил. Чтобы семечко бросить – вырастить, да, вот, я говорю, 10 лет. А то бросил семечко – и ничего не будет, бурьян растет. А здесь вот каждый. Мы посадили вот их тысячу, да. Если 33 приживутся – это не работа. Поэтому здесь уход больше. Они приживаемые, где-то порядка 80% приживаемых должно у нас быть плановым. На 40 гектарах самарского питомника выращивают как крупномерные лиственные и хвойные деревья, так и небольшие кустарники. В этом году объем работы чуть больше. Помимо парков, скверов и аллей с зелеными насаждениями засадят территории, которые обновляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этих участках появятся новые каштаны, липы, березы, можжевельник, барбарис, кизильник, жасмин и сирень. Готовятся специалисты предприятия «Спецремстройзеленхоз» и к проведению Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Чтобы украсить к празднику город, уже начали высаживать в специальные вазоны туи. Туи сорта «Смаракт» были выбраны не случайно. Они лучше всех остальных держат свою форму. Сто таких колонновидных туй уже к 1 мая выставят на маршруте проведения фестиваля «Всероссийская студенческая весна». Эти хвойные растения высотой в 3,5 метра установят вдоль уличной дорожной сети в центре города. Уход за ними будет особенным. Помимо полива и подкормки, специалисты на протяжении всего сезона будут собирать с них семена, которые добавляют к зеленому цвету оттенки рыжего. Все для того, чтобы они как можно дольше радовали самарцев и гостей города своим видом. Леонид Вячеславович, вот мы посмотрели сюжет. Ведь у нас в городе высаживают далеко не только, ну скажем так, цветы. То есть есть очень много крупных растений, деревьев и так далее. А вот работа на самом деле масштабная. А сколько город тратит на это? Ну в этом году у нас где-то более 85 миллионов на цветочное оформление города заложено. Ну на самом деле вот я сейчас поймал себя на мысли, что исходя вот из важности для города, из масштабов того, что вы рассказали, это ведь на самом деле деньги небольшие, потому что ну если этого не будет, город просто будет. Ну мы наверное может быть даже жить в нем не сможем. Да, уже потеряются те краски, которые есть в городе, и то настроение, в котором житель города пребывает, когда смотрят на все вот это цветочное оформление. И самое важное, а кстати вот с точки зрения экологии вот эти деревья, насколько важную они роль играют? Вот то, что высаживается вообще на сегодняшний день, и ведь мы, ну к сожалению, все равно есть тенденция определенного сокращения зеленых насаждений. И в той или иной форме город наступает, к сожалению, неизбежно. Вот насколько важно с точки зрения экологии вот иметь зелень рядом с нами? Ну бесспорно, это очень необходимый элемент городской среды, потому что должны быть и зоны отдыха, и зеленые какие-то пространства, где жители могут и подышать свежим воздухом, и визуально насладиться какими-то цветовыми гаммами. Потому что, например, не секрет, пребывая в зимнее время, когда вокруг все белое, унылое, и когда наступает весна, и появляются вот эти все природные краски, то, соответственно, настроение повышается, и отношение к жизни меняется. То есть, соответственно, это не очень важный элемент. То есть это не только защита от ухопных газов, не только кислород. Это еще в первую очередь, наверное, создание комфортной среды проживания для людей. То, что называется комфортная городская среда, как раз есть такой модный слой на самом деле. И вот если вернуться к вопросам безопасности, защиты вот этих растений, мы увидели, что в том числе высаживаются, ну, такие очень серьезные, то есть не только цветы, то есть высаживаются туй, высаживаются какие-то дорогие деревья. Вот что делается и что нужно делать для того, чтобы, ну, каким-то образом защитить их от вандалов, защитить их от жуликов? Потому что, ну, к сожалению, не все воспринимают вот только такие благие пожелания там, и к совести не всех можно возвать. Ну, конечно, поставить видеокамеру возле каждого дерева или возле каждой клумбы, наверное, сложно, выполнимая задача. Поэтому здесь, наверное, все-таки хочется призывать жителей к их, как сказать, отношению, к совести. То есть, потому что, правильно мы сегодня поговорили, и сюжет видели, что сколько человеческого труда, любви и сил вложено во все это. И создается это для жителей, всех жителей города. Поэтому, соответственно, беречь то, что создано, я думаю, это как бы обязанность каждого жителя. И вот такие вот моменты, связанные не только с воровством, но и с уничтожением, например. Такое тоже бывает? Ну, конечно, вот, например, есть и автолюбители, которые заезжают на газоны и на клумбы. Это ведь тоже причиняется вреду. Это варварство. Ну, конечно. То есть, соответственно, и ломаются деревья тоже автомобилями. Поэтому, наверное, нужно как-то бережнее ко всему к этому относиться. И если вы будете это делать, то, соответственно, город будет нас радовать. То есть, нам захочется в нем жить, в окружении вот этой зелени, цветов, красок. Я согласен. Ну, и, наверное, еще, знаете, может быть, и сотрудникам полиции внимательно наблюдать за такими гражданами. То есть, если человек несет ночью цветок или дерево, например, тую, то, конечно, задать вопрос, где ты взял. Потому что это, конечно, вызывает подозрения. Ну, и, безусловно, кстати, вот то, что вы сказали, парковка на газонах, парковка на цветниках, это, к сожалению, это варварство. Но здесь, наверное, вот только, да, действительно, вот то, что вы говорите, это просто взывать к совести и воспитывать. Ну, за, скажем так, отстой транспорта на газоне есть наказание административное. Для этого нужно зафиксировать номер машины, там, подать это в органы полиции. Для того, чтобы нашли хозяина этой машины, зафиксировать, ответственно, факт. То есть, в принципе, такая работа у нас ведется. То есть, но бывает, когда уже де-факто видишь, допустим, кто-то проехал по клумбе или по газону, и здесь уже установить, кто это сделал, практически невозможно. Поэтому. Ну, здесь еще, знаете, кстати, могут люди помочь. Да, свидетели. Потому что, если кто-то встал, сейчас у каждого есть телефон с фотоаппаратом, и зафиксировать вот этот факт, и отправить в ГИБДД, отправить в ГАИ, я считаю... Да, просто в соцсети выложить. Да, просто выложить в соцсети. Да, это уже будет реакция, соответственно. Да, причем я считаю, что это как раз тот случай, когда это дело-то благое. Потому что, если этого не делать, ну, мы никогда не перевоспитаем этих людей. Спасибо. Ну, что ж, надеюсь, что таких случаев будет все меньше и меньше, а цветов рядом с нами все больше и больше, потому что впереди лето, и хотелось бы, чтобы нас они радовали. Да, я тоже на это надеюсь. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Напоминаю, в нашей студии был Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Берегите цветы, берегите деревья, которые рядом с нами. До свидания, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова